Мартин Хайдегер утверждал, что все развитие западноевропейской цивилизации и западноевропейской рациональности проходит под знаком забвения бытия. Но удивительно, что ровно то же самое можно сказать о небытии, а именно можно сказать, что все развитие западноевропейской метафизики проходит под знаком забвения небытия и последующего воскрешения, если угодно, воскрешения небытия из небытия. Понятие небытия в философии имеет несколько синонимических терминов, а именно говорится о несуществующем, о ничто, о небытии или о негативности. Негативность — это наиболее поздний термин, который появляется в связи с философией Гегеля главным образом и в основном функционирует с второй половины XX века. Интересно, что вопросом о небытии философия задается очень рано, фактически на заре своего собственного становления и пробуждения именно в античности. Вопросы, которые античные философы задают о несуществующем, о небытии, таковы, что возникает мгновенная рекомендация открыть этот вопрос и тут же закрыть. То есть вопросом мы задаемся, но античная мысль рекомендует не поддаваться соблазну и не начинать размышлять о несуществующем. Надо сказать, что не задаться этим вопросом невозможно, потому что о ничто мы начинаем думать тогда, когда мы начинаем спрашивать о возникновении всего сущего. Практически гарантированным образом мы спросим о том, из чего возникло все сущее и посчитаем, что вероятно, то, из чего возникло все сущее, является неким несущим. И мы задумываемся о несуществующем, когда размышляем о развитии всего существующего, о времени, а именно задаемся вопросом, куда деваются те мгновения, которые были и теперь их нет, и откуда появляется то, что возникает в качестве предположительно нового. Ранняя философская мысль, как я уже сказала, а именно представители школы Ильиатов, а именно Парменит, отец основателя этой школы, является тем философом, который рекомендует нам внимательно подумать и прийти к выводу, что ничто является некой фикцией и иллюзией. Делает это он не в силу каких-то мировоззренческих установок, а в силу строжайшей логики, а именно опирается на три ключевые аксиомы, которые являются законами логики и которые жестко рекомендуют нам не считать небытие бытийствующим. Первая аксиома, знаменитая аксиома Парменида, звучит следующим образом. Бытие есть, небытия нет. Она проста, тривиальна. Если мы вдумаемся в нее, мы вынуждены будем согласиться с тем, что да, действительно, существующее существует, то, что есть, то есть, а то, чего нет, его нет. Небытие небытийствует. И ничего здесь делать нельзя. Вторая аксиома звучит следующим образом. Мыслить и быть одно и то же. Ее можно и в обратном прочесть в обратной редакции. Быть и мыслить одно и то же. Что оно значит? Что оно означает? Речь идет о том, что если нечто есть, то оно непременно имеет некое понятие о себе. Оно в принципе может быть мыслимое. Речь не идет о том, что конкретный конечный наблюдатель должен непременно все знать. То есть, часто возражают против этой аксиомы, указывая на то, что во времена парменида никто не знал, как осуществлять синтез молекулы ДНК, однако что он осуществлялся. Но парменид имеет в виду то, что если нечто есть, оно в принципе может быть мыслимо. А вот если чего-то нет, так оно в принципе не может быть мыслимо. Нельзя мыслить несуществующее. И также в обратную сторону. Если у нас есть некое понятие о чем-то несуществующем, то референтом этого ничто является ничто. То есть, ничто не является референтом ничто. И, наконец, третья аксиома. Ее не следует приписывать самому пармениду. Это скорее такое общее место западноевропейской метафизики. Аксиома, который звучит следующим образом. Из ничего ничего не появится. Тоже более чем убедительное положение, согласно которому если что-то есть, то возникнуть из ничего оно никоим образом не могло, по той простой причине, что если ничего нет, из некого антологического нуля не появится ни единица, ни пятерка, ни в пределе плюс бесконечность. Из ничто не может появиться нечто. В противном случае мы должны сказать, что это ничто равняется некому нечто, а это противоречие. Если мы принимаем эти три аксиомы, а не принять их очень сложно, потому что они звучат именно как законы логики, то мы получаем крайне неприятные и весьма контринтуитивные выводы. Почему они неприятные, почему они контринтуитивные? Потому что они противоречат данным нашей чувственности и некому здравому смыслу, который так или иначе фундирован нашей чувственностью. А именно, нам придется в таком случае согласиться, что, похоже, никакого времени нет, а время является иллюзией. Почему-то по той простой причине, что время является самым парадоксальным, что только можно себе представить, а именно неким абсурдным соединением моментов бытия и моментов небытия. То есть, собственно, время и есть то, о чем Парменид говорит, как о невозможном, как переход из несуществующего в существующее. Как мы знаем, Ильяты порекомендовали нам отказаться от идеи движения, потому что движение тоже было названо некоторой иллюзией, поскольку подвижность возможна только в некой антологической пустоте. Однако антологическая пустота есть то-ничто, которое предполагает подвижность существующих элементов. Нам придется отказаться от идеи многообразия сущего. То есть, когда я говорю «отказаться», имеется в виду отказаться от реальности того, что это так, и удовольствоваться тем, что это может быть некой чувственной фикцией наблюдателя. Нам придется отказаться от идеи многообразия по той простой причине, что дифференциация объектов тоже предполагает некоторое небытие, некоторую пустоту, которая могла бы раздробить, если угодно, объекты на качественно отличные друг от друга. И нам придется отказаться от идеи свободы воли, своей собственной, личной, потому что, когда мы полагаем, что мы совершаем свободный поступок, мы считаем, что мое решение, мое действие совершить тот или иной поступок является качественно новым событием, которого ни в каком смысле в мире не было. Нет жесткого детерминизма, который побуждает меня совершить именно это действие. И сам мир также лишен некой свободы, лишен некой фундаментальной неопределенности, лишен некой спонтанности. Все события, которые совершаются в мире, совершаются с точки зрения фатума. Не случайно вся античность проходит под знаком идеи судьбы, ананки, то есть все совершающееся совершается только так. И в каком-то смысле вообще не совершается, поэтому в античности нет идей истории, поскольку история предполагает реальное время, то есть реальный переход, трансформацию форм, развитие, переход из несуществующих состояний в существующие. А это абсурд. Античность закрывает тему ничто своим вердиктом, согласно которому мир не возникал и не уничтожится, он не может возникнуть из ничего, не может перейти его ничто, он всегда был. И вплоть до эпохи христианства, в той мире, в которой мы следуем строгим законам логики, мы следуем аксиоме парменида, небытия нет. Христианство впервые реанимирует идею негативности, но делается это весьма дорогостоящей ценой, делается это благодаря переводу всей рациональности в некий модус веры. То есть отныне мы понимаем, что занимаясь интеллектуальной работой, мы можем, тем не менее, так или иначе доверять чуду некоторому, оно легализуется, если угодно. Почему это так? Потому что никаким другим способом ввести идею творения мира из ничего нельзя. Это иррациональная идея, но если ее подкрепить некоторым желанием в это верить, то, по крайней мере, это можно помыслить. Благодаря христианству появляется идея времени, появляется идея истории. Отныне мир получает возможность развиваться. Но по-прежнему эта идея является крайне мучительной и неприятной для философов, которые так или иначе делают ставку все-таки на строгие доказательства. В трансцендентализме Канта негативности ничто, несуществующему небытие уделяется буквально одна единственная строчка, где речь идет о том, что ничто — это не более чем особенность нашего мышления. Это наша логическая способность производить действие отрицания. Благодаря этому мы субстантивируем эту функцию возможности что-либо отрицать и получаем понятие ничто. Ни о каком объективном существовании небытия не может идти речи, но мы знаем, что в трансцендентализме Канта время не является реальным, оно является субъективным, если нет наблюдателя, нет времени. Такое положение дел сохраняется вплоть до появления философии Гегеля, в которой Гегель провозглашает, что мы до той поры будем находиться в оковах совершенно фантастического представления об устройстве мироздания, пока не позволим негативности засуществовать в полной силе. Пока мы не признаем, что небытие вполне себе реально, мы будем исходить из того, что мир является некой абстракцией, но ни в коей мере не является тем конкретным миром, в котором мы все-таки пребываем. В философии Гегеля впервые негативность получает возможность стать чем-то объективно сущим. Строго говоря, Гегель подразумевает, что у нас есть две альтернативы. Или мы полагаем ключевые атрибуты окружающего нас мира, к которым мы привыкли, а именно развитие, движение и время. Или мы полагаем их фикциями, которые напрямую связаны с субъектом-наблюдателем, как это и происходит в трансцендентальной философии Канта. Если мы убираем, как говорит нам Кант-наблюдателя, то, по крайней мере, мы не знаем, будет ли мир находиться во времени и будет ли ему присуща какая-то динамика. Если мы не хотим мириться с иллюзорностью тех свойств, которым мы стремимся придать объективный статус, то мы должны признать, что время вполне себе реально, реальное движение и реальная подвижность и развитие всего сущего, но для этого нам нужно отказаться от аналитического языка, от языка строгой логики и принять иной язык, который, в принципе, Гегель и предлагает в рамках своей философской системы, называет языком диалектики. Это язык, который предполагает возможность заговорить о несуществующем, как о неком существующем. Он указывает на то, что парадоксализация, с которой имела дело западная метафизика на протяжении всего своего развития, была связана ровно с тем, что она принимала сторону аналитической логики. Но в той мире, в которой мы посчитаем, что аналитическая логика является только частью возможности описания мира, только частью наших рассудочных способностей, но не окончательным языком, то мы получим возможность говорить о негативности как о чем-то реальном. Но что интересно, что после Гегеля негативность продолжает активно существовать, и самого Гегеля упрекают в том, что и он сам не смог отказаться от того догмата аналитической логики, если угодно, от языка тождества, который был присущ предшествующей философии. Его негативность, а именно его способность мира развиваться, его способность мира быть спонтанным и неопределенным, была слишком ограниченной, мягкой, недостаточно радикальной. Как мы знаем, у Гегеля мир развивается согласно некоторому замыслу. Это некий абсолют, который находится в состоянии становления, и это становление есть, собственно, история всего сущего. Но в таком случае негативность есть не более, чем история, рассказанная самим этим абсолютом об самом себе. Это история развития самого абсолюта. Последующая философия, которую часто называют философией различия. Ее связывают с самыми разными именами, но можно припомнить самого Хайдебера, который первый, если угодно, начал критиковать Гегеля за то, что негативность у него недостаточно радикальна. В последующем это будут делать французские философы Жиль де Лёс, Жак де Ряда, ну и Теодор Адорна, немецкий философ, упрекал Гегеля. Упрек заключался в главный день. В той мере, в которой мы действительно считаем, что негативность должна быть, и это есть нечто отрицающее и ничтожествующее, оно должно быть радикальным в той мере, в которой мир не имеет никакой логики, никакого замысла. Мир абсолютно спонтанен. Если мы посчитаем, что эта логика и те законы, благодаря которым мир до сегодняшнего дня развивался, не только, и речь идет не только о естественно-научном знании, допустим, о науке, но и о состоянии общества, о состоянии человечества, если мы посчитаем эти законы окончательными, то мы навсегда распрощаемся с идеей правильной радикальной негативности, а именно идеей абсолютной неопределенности того, как развивается мир. И вся последующая философия, которая поднимает на счет идею негативности, упрекает Гегеля в молодуши и идет дальше. И делает одну единственную вещь, говорит о том, что мир, не имеющий никакого замысла, развивается абсолютно непредсказуемо. Это есть некое спонтанное движение, чистое становление, то, о котором говорит Ницше, в каком-то смысле из ниоткуда в никуда. Любые попытки придать этому движению вектор допустимы, но являются вольными интерпретациями, лежащими в основании самого этого хаотического движения, но ни в коем случае не выходящего за его пределы.